Эх, ребятуши, ребятуши, давно у нас не было на канале чего-то похожего на Long Dark, допустим, смесь Итана Картера. Если всё это смешать, то из-за такого симбиоза может получиться вполне себе интересный продукт. А название этого продукта — Kona. Это у нас демо-версия, сейчас мы её посмотрим. Перед этим небольшой такой дисклимер, где нам рассказывают, что это демка, она будет усовершенствована в процессе разработки, много чего будет улучшено. Плюс тут написано, что написано это всё было якобы двумя французами, 98% всего этого времени, да, ну не переживайте, на финальной версии игры перевод будет вполне себе хороший. Ну как-то так, в общих чертах можно, в принципе, понять. Поехали. Поехали. Так, ну что, давайте посмотрим, что же она из себя представляет. Демо-версия как-никак. Октябрь 1970 года. Ох ты, игрушка началась, и мне кажется, что мне это уже нравится, серьезно. Ой, громкий какой. Сейчас момент. Я немножко убавлю нашего французского диктора. Ну что, ребят, поехали. Я могу управлять этим транспортным средством, как вы уже догадались. Это не заставка. Так, ну классно. Слушайте, очень неплохо. Первое впечатление очень хорошее. Пока читайте, что там нам пишут, о чём рассказывают. Ух ты, смотрите, волчары бегут. Реально похоже на Лондарк, только здесь у нас как-то всё более реалистично. Практически как фильм смотришь. Я вижу всё чётко. Посмотрите, как было бы странно сравнивать это с GTA V. Я имею в виду в том плане, как из машины вид, вид с кабины. Всё детализировано настолько круто, что прикопаться в плане графики я ни к чему пока не могу. Так, ребятуши, мы видим с вами... Там что-то есть. Давайте попробуем запарковаться. Так, F не работает. E вроде как, да? О, я вышел из автомобиля. Охренеть можно. Слушайте, классно. Ничего не видно. Как мне это знакомо. Наша машинка. Наша красавица. Так, что у нас? Chevrolet. Видите, Chevrolet? Chevrolet, наверное, не говорят Chevrolet. Правильно же всё-таки. Так, сейчас мы поглядим, что у нас там. Давайте домик сначала обойдём. В окна хоть посмотрим. Ух, люди, всё окаменело, всё замёрзло. Посмотрите, тут выбито вообще. Это что-то типа такое, знаете... Да, это АЗС, как, опять же, было у нас в Лондарк. Касательно сюжета. Чтобы вы понимали, что это такое, это не симулятор вживания. А здесь рассказывается история о человеке, который должен расследовать, как я понимаю, убийство. То есть люди, которые жили в Квебеке, ополчились против одного человека и якобы разгромили, всё тут уничтожили. И нас этот богатый человек нанимает, чтобы мы поняли, что тут происходит. То есть какого фига все на него ополчились. Это я так, пересказ моих слов. Нанимают частного детектива, которого зовут Карл Фубер. Карл Фубер, это мы с вами. Так, мы что-то сделали. Давайте посмотрим, что у нас тут. Ух, как хорошо. Никого здесь не было. Ни живой души. Вообще. Знаете, хоть шарами покати, никого здесь нет. Да, в плане, конечно, графическом, я уже вам говорил, игрушка выглядит классно. Реально красиво. Очень много мелких деталей. Посмотрите, каждая бутылочка, каждая коробочка. Всё это прекрасно. Не просто какая-то монотонная, знаете, текстуру прошёл и забыл. Интересно, а взаимодействие с какими-то предметами я могу делать? Так, что там инспект? Что-то можно исследовать. Давайте ещё раз. А, можно понять, почему здесь как бы изучить, что здесь произошло. Разбитое стекло. То есть явно пытались идём мародёрствовать. А, Е у нас нажимается, да? Не самая лучшая идея курить на заправке. Я согласен, в пить тоже, в принципе, тут не рекомендуется. Различные напитки прохладительные. Так, понятно. Вандализм. Ну, ничего удивительного, по сути, да? Люди устроили против важной персоны такой вот вандализм. Разгромили всё. Но мне кажется, что люди сделали всё правильно в этом плане. История довольно загадочная, поэтому сюжет явно нам полностью не раскрывают. Ну, дают возможность походить, посмотреть сам игровой процесс. О, боже. Ребятуши, на паузе можете почитать. Рукописный английский. Это просто жесть. Так, тут у нас ничего. Здесь у нас ластик, скрепки, карандашик. Видите, как это всё интересно? Просто, мать его, не оторваться. Так, сиги, походу, да? В кассовом аппарате ничего нет. Мы активировали с вами первую колонку. Я так понимаю, что сейчас можно будет заправиться. Первая помощь. Ну, неплохо, неплохо. То есть, такая себе детективная история. Ладно. Так, давайте думать. Значит, мы сделали последовательно. Мы активировали генератор. То есть, по крайней мере, всё стало более-менее нормально. Давайте пойдём посмотрим, что у нас тут есть. То есть, колонки, смотрите, просто заледенели. Так, она работает. Мне что надо? О, я колёсико могу крутить. У меня есть зажигалка. У меня есть фотик. То есть, я всё-таки частный детектив. Я могу это всё дело заснять, если надо. И есть вот такое вот дело. Запер. Давайте ещё раз вернёмся. Посмотрим, что мы там забыли сделать. Я так понимаю, что я в спешке. Вот, наверное, надо взять канистру. Точно. Мы взяли с вами канистру. Я так понимаю, что я могу заснять, наверное, да, что здесь было? Точно. Фотик такой, знаете, ещё старого типа такой, да? Ну, не какой-нибудь современный там цифровик. Ну, тем не менее. Так, мы взяли канистру. А сейчас я попробую заправить её. Так. Чудненько. Судя по звуку, вроде всё нормально. Ой, тут как-то совсем буря усилилась. Так, друг мой, поехали. Честно говоря, мне показалось, что точилу можно как-то заправить. Ну, вроде пока проблем нет, я не вижу, да, там? Хотя, вроде на букочке Е у нас, да? То есть, скоро закончится у нас возможность кататься так беспрепятственно. Поехали, посмотрим, что у нас там впереди будет. Такая, знаете, ненавязчивая музыка играет. Якобы намекает, что всё хорошо. О, там дом есть. Ух, как всё замело-то. Так, тихо. Тихо, друг. Выруливай. Я понимаю, что сложно, но надо постараться. Покатаемся по окрестностям, посмотрим, что тут вообще у нас имеется. Такс, у нас какая-то хибарка. Смотрите, снегоход. Я могу в него сесть? Давайте проверим. Да? И самое прикольное, что он вполне себе на ходу. То есть, не какой-то заброшенный. Он довольно-таки опрятно выглядит, а это значит, что им уже пользовались. Если бы он долго здесь стоял, его бы, наверное, снегом бы замело, да, если так логически рассуждать? О, господи. Ого, господи. Так, смотрите, что мы можем сделать. Получается, я могу собирать различные вещи, которые будут служить мирозжигом. Этим я, опять же, занимался уже в Лондарк, поэтому мне это знакомо. Такие вот навыки выживания. Еще одно письмецо. Что-то там надо купить, я так понимаю, да? Там было вроде написано что-то приобрести, но рукописный довольно тяжело читать, поэтому, если хотите, можете разобрать на паузе и потом написать уже в комментариях, что там было. Так, надо разжечь это дело, у меня есть зажигалка. Давайте попробуем. Хопачи. О. Так. Теперь, по крайней мере, мы не замерзнем, я так думаю, да? То есть, отапливается. И вроде все хорошо. Так. Ну, я так понимаю, что человек вроде как отправился... Давайте еще посмотрим, вроде там что-то писалось. Не забудь закрыть дверь. То есть, как мы видим, дверь не закрыли, а снега намело очень много. А что стало с человеком, мы не знаем. Но, судя по музыке, довольно грустный. Скорее всего, он не выжил. Так, друг, давай ты это дело потушишь. Ой, смотрите, вырубленный лес. Какая жесть, а. Охренеть. Я бегу, посмотрю, мало ли что-то, может, найдем интересного. Никаких сюжетных аспектов, Никаких таких сюжетных диалогов пока не будет. Просто предыстория. Мы с вами приехали. Квебек, для нас это вопрос, что, ну и как мы тут... О, подожди, чё я парюсь-то? Давайте возьмем... Он там какие-то инструменты, какие-то разные ништяки у него там в сумке лежали. Я, пожалуй, возьму снегоход. Погоняем на нем немножко. Поехали. Оррр, хорошо-то как, а? Слушайте, на удивление, игра не лагает. Несмотря на то, что это очень ранняя версия, вполне себе комфортно всё играется. Ой, у нас тут за конец карты. Печалька. Ладно. Пойдем в другую сторону. Я не думаю, что на этом заканчивается демо-версия. Надо как-то покататься. Давайте проедем вдоль дороги. Я посмотрю, есть ли у нас ещё какие-то дома, может. Вон там мы были. Это заправка. Вон там что-то есть. Вау! Пардон! Твою мать! Блин! Фигово! Фигово, ребята! Так, мне надо тогда вернуться, наверное? Ладно, фиг с ним. Не будем возвращаться. Попробуем так уже. Пешочком добежать. Вон там какой-то мост, я вижу, да? И вот ещё одна дорога. Там тоже что-то есть. Сейчас мы это всё попробуем проверить. Мне нравится. Здесь очень интересное музыкальное сопровождение. Очень грамотно подобран звук. Чем-то напоминает The Last of Us. Серьёзно. Вау! Нифига себе! Куда это мы попали? Чё это такое? Надо заснять. Пусть будет. Так, газета. То есть мы попадаем, видите, чтобы не замёрзнуть. У нас как-то рассудок уже, видите? Смотрите, как замерзает, видите? По краю экрана это заметно. Так, берём. Брюношка. Давай, друг. В темпе, пожалуйста. Вот. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-б, холодно. Ещё одна записка. Дорогой мистер Бен Приштоли, я там не вижу. Так, там что-то рассказывается. Кому-то было адресовано письмо. Почитаем уже какой-нибудь следующий раз. Я надеюсь, что когда игра выйдет, она должна выйти. Будет русификатор, и мы не будем испытывать каких-либо проблем. Смотрите, от моей зажигалки видна только тень. Забавно. Здесь у нас различные рисунки каких-то... Смотрите, человек-олень, смотрите, с рогами. А, то есть человек кого-то пытался изобразить. Притом многократно. Одни и те же рисунки, которые повторяются. Да уж. Так. Ладно, погнали. Нам нужно вернуться. Там была наша тачка. И придётся её забрать. Если снегоход мы уже похерили благополучно, надо хотя бы поберечь машину. У нас есть мост, куда мы могли бы поехать. И у нас там была ещё одна, походу, локация. Там вроде вдалеке я видел домик. Так, друг, пожалуйста. Я надеюсь, ты не замёрзнешь. И не скопытишься. Так, нам сюда. И получается, нам надо наверх. Да, вот наш снегоход. Обидно, конечно, что я не могу его никак перевернуть. То есть никак подействовать. Видите, я ничего не могу сделать. При всём желании. А может и могу? Давайте посмотрим на эскейпе. Так, контроль. Флип. А давайте попробуем. Может флип сработает? Нет? А флип это у нас ускорение, походу. Не сработает, ладно. Сейчас заберём машину и поедем ещё покатаемся. Посмотрим, что тут есть. Ну, то, что я сейчас уже, в принципе, вижу, оно вызывает, как бы, восторг. Мне нравится. Ух. В отличие от персонажа из Лондарка, тут никаких жалоб на холод я не слышу. Всё, погнали. Поехали. Что там? Какие-то ништяки лежат. Ладно. Лада. Лада. Какая лада, ёпты. Ладно. Тем что-то мерсиба купают. Ладушки. Аккуратушки. Давай сюда. А там у нас конец карты. Нам туда не надо. Давай попробуем здесь. Главное, чтобы мы с тобой машину не похерили. Вот это была бы жопа. Так, друг, мы вообще с тобой туда едем? Ой, там конец карты. Пардон. Нас занесло. Ну, как обычно. Удивляться, в принципе, тут нечему. Цистерна у нас имеется. Если что, всегда может заправить. Блин, куда тебя несёт? Куда меня несёт, точнее, да? Вообще, в какую-то жопу мира заехали. Где-то здесь... Вот дорога. Вот дорога. А вон у нас мост. Я хочу в противоположную сторону. Давай сюда. Поехали сюда, посмотрим. А вроде там что-то где-то я видел. С этой стороны вроде был домик. Сейчас проедемся, посмотрим. Вау, вау, тихо. Тихо, ша. Кто-нибудь что-то видит? Да, ребятуши, походу там ничего нет. Ладно, поехали тогда на мост. Это последнее, что мы можем, я так понимаю, посмотреть. Либо я ещё чего-то не нашёл. Что маловероятно. Животных тоже пока не наблюдается. Фух, поехали. Нам, походу, дело вот сюда. На-на. Такая музыка приятная, да? Мне всё-таки интересно. А, вон там камера. Это наш рюкзак. То есть то, что мы с собой носим. Камера. А, там ещё что-то лежит. Фух, как мы здесь проедем-то? Давайте попробуем вот так. Вау, друг. Я надеюсь, что у тебя получится это сделать. Давай, дружище, давай. Ой, жопа, походу, нам тут приключилась. Ну что, ребята, оказывается, флип у нас никакое не ускорение. Я вернулся к своему снегоходу. Его можно двигать. Смотри, что мы сделали. Вот. Нажатием на кнопку F я посмотрел, изучил детальное управление. Слава богу. Сейчас мы вернёмся и попробуем. Получается, что машина там не проезжает. Там заскриптованная такая вот у нас получается как бы тема. Сейчас мы уберём нашу машину и попробуем проехать на снегоходе. Потому что дерево убрать нельзя вручную. И объехать, как видите, я не могу. Мне мешает вот тут невидимая стенка. Просто банально не получается. Ну, это ни в коем случае не грех игры. Опять же, всё будет дорабатываться. Я в этом не сомневаюсь. Так, давай вот так. Отличненько. Вот сам, опять же, интерактив. Всё сделано реально на высшем уровне. То, что нам показывают, как бы задатки. Вот, смотрите, давайте попробуем. Так же проедем, да? Да? Без проблем. Ух, поехали. Охренеть. У-у-у-у. Обалденно. Жалко, видимо, на этом конец, скорее всего. Фу-у-у. Да. Так, нам показывают, что тут может быть. Ну что, ребят, спасибо, что смотрели Ребят можно поддержать в Гринлайте и на Кикстартере Всего хорошего, пока-пока